Доброе утро! Это новости в студии Анны Москаленко и перейдем к выпуску. Дорожники начали укладывать асфальт на улице 280-летия Барнаула. Также рабочие выполнили устройство закрытой системы ливневой канализации. На 700-метровом участке. Комфортная дорога появится на отрезке между улицей Солнечная поляна и 65 лет победы. Напомню, в октябре прошлого года в редакцию обратились жители домов вдоль этого участка дороги, на тот момент временного. Они утверждали, после дождей буквально тонут в грязи. Тогда в городском комитете по дорожному хозяйству пообещали, что проблема частично решится в 2022 году. Велось строительство жилых зданий и до завершения полностью всех работ, выполнять какие-то работы по строительству уличной дорожной сети в этих микрорайонах, нецелесообразно, так как строительная техника разобьет все эти дороги. Это мы видим на примере улицы Сергея Семенова. И вот работы начались. Они идут по индивидуальной программе социально-экономического развития края. Общая стоимость 112 миллионов рублей. В будущем здесь также оборудуют тротуары и велодорожки, установят освещение и высадят деревья. Местные жители также ждут хорошую дорогу по улице Христенко на участке от Сергея Семенова до Павловского тракта. Ее тоже сделают в этом году, сообщает городская администрация. А я продолжу. В немецком национальном районе началось строительство Орловской школы. Она рассчитана на 220 учеников. Это один из важнейших проектов в сфере образования, реализации которого учащиеся и педагоги ждали более 10 лет. Школу сдадут в 2024 году. На эти цели направят полмиллиарда рублей. В настоящее время старая школа демонтирована. Готовится площадка под строительство, которая будет вестись круглый год. Школу на 550 учащихся строят в районном центре Тольменского района. Она заменит старую среднюю школу номер 3, находиться в которой скоро может стать небезопасно. Средства на возведение здания выделили по федеральной программе комплексное развитие сельских территорий. Стоимость работ 670 миллионов рублей. Также из краевого бюджета выделили больше 80 миллионов рублей на установку газовой котельной. Нужно тепло. Мы начали строить школу и в составе школы у нас есть котельная модульная. Вот это светлое здание. Она у нас в прошлом году работает и топит уже прекрасный детский сад. Детский сад открыли год назад. Маленькая страна стал восьмым детским садом Тольменки, но первым в микрорайоне Светлый. На строительство выделили 170 миллионов рублей по национальному проекту «Демография». Учреждение рассчитано на 140 мест. На сегодняшний день в саду 120 детей. То есть мы, ну, получается, открыли детский сад и решили проблему очередности детей в детских садах. То есть, ну, к нам возят из других районов Тольменки. Кто хочет в новом саду побыть, то есть у нас отличные условия. Районные власти планируют продолжить развивать Тольменский микрорайон Светлый. Построить около 80 коттеджей и 4 многоквартирных дома. В будущем здесь хотят возвести также ледовую арену. Школу же планируют закончить в декабре. Проводить уроки в ней начнут со следующего учебного года. И к другим темам. Аккредитационно-симуляционный центр откроется в Барнауле. Его создали для подготовки специалистов среднего медицинского персонала. Центр расположен в здании бывшей поликлиники на улице Титова. В помещении провели капитальный ремонт, а сейчас закупают учебное оборудование. Учиться на симуляторах будут студенты Барнаульского базового медицинского колледжа и средние медработники, которые получают дополнительное профессиональное образование. Симуляционные технологии применяются очень активно, особенно в медицинском образовании. Наша задача – оттренировать профессиональные навыки сначала в симулированных условиях при помощи определенных технологий, а затем уже студенты идут на практику, в практическое здравоохранение, и там уже погружаются непосредственно в ту среду профессиональную, которая их окунает в реалии медицинской деятельности. Первый этаж центра – симуляция поликлиники. Второй – стационаром. Студенты будут учиться работать в фельдшерско-акушерском пункте, операционном блоке и оказывать скорую помощь. Для этого в центре есть специальные фантомы. Данные фантомы, они подключаются к планшетам. На планшете программируется программа по сердечно-легочной реанимации. Студенты затем уже отрабатывают навыки по реанимации по тем симуляционным задачам, которые им ставятся. Реакция зрачка, она уже может быть сразу видна. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня и отличной недели. Субтитры создавал DimaTorzok